У меня было 5 часов свободного времени, 2 тёлки, литры флоресценты и краски и один обкуренный оператор, а также 30 грамм пуэра, 25 грамм молочного луна, 50 грамм китайской сенчи и грамм кокаина. Чёрт, я это только что сказала? Конечно же я имела в виду килограмм чёрного чая. Не то чтобы это был необходимый набор для творчества, но когда ищешь вдохновение, сложно остановиться. А вдохновение всё не приходило, и я решила действовать без какого-либо плана. Должно же было хоть что-то получиться. Пустой холст. Главная проблема всех художников. Так не хочется портить то, что уже идеально. Но я всё-таки попробую. Цвет. Розовый. Да, пусть будет розовый. Этот цвет напоминает мне тупорылых девчонок, желающих выглядеть как Барби, и которых все хотят трахнуть. Сделаю что-то похожее на глаз. Это придаст инфантильному цвету разум. И добавлю чёрный, потому что чёрный это, блядь, чёрный. В этом есть какая-то крутизна. А теперь добавлю жёлтый. Почему жёлтый? Потому что он охрененно горит в свете ультрафиолетовых ламп. Да, жёлтый. Всем нравится жёлтый. Какой в этом смысл? Пока не знаю. Но он обязательно появится. Надо нарисовать лицо. Нос, рот, губы. Но это будет не девушка и не мужчина. Наверное, он гей. Хотя я точно не уверена. Ещё немного чёрного. Добавлю контуров и пятен. Это пятна как у леопарда или коровы. Я пока точно не определилась. Но человек, изображённый на этом холсте, животное. Да, он настоящий зверь. Хотя я всё ещё не могу понять, он женщина или мужчина? Он мужчина. Но немного странный, и он требует розового. Да, нужен розовый. Много розового. Кажется, немного переборщила. Разбавлю лимонным, потому что лимонный хорошо смотрится. Лимонный нравится всем. И да, больше пятен. Он же зверь. Он леопард. Нет, розового мало. Нужно больше розового. Всё. Теперь отлично. Кажется, вставила. Хороший приход. От настоящего искусства. Теперь я поняла, что символизирует картина. Она символизирует... Она символизирует... Да хуй его знает, что она символизирует. Пусть это останется для вас тайной. Ваши предположения вы можете оставить в комментариях. Сразу скажу, что такая картина будет прекрасно смотреться в свете ультрафиолетовых ламп в вашем ночном клубе или в приватной атмосфере вашей стильной спальни. Ну а если серьезно, то картина такая же броская и яркая и без такого дикого освещения. Так что вешайте куда хотите. Мау! Всем большой привет! Кто не знает, меня зовут Никита. И большое спасибо за просмотр этого ролика. Кому понравилась эта картина или, быть может, вы решили ее купить. Или, например, вы хотите заказать у меня какую-то другую работу, обязательно пишите мне на почту, мы с вами договоримся. Естественно, большое спасибо Silent Tea, необычайный, который нас пригласил. И позволил нам снимать видео в своих интерьерах. Видео сумасшедший получился. Большое спасибо им. Естественно, подписывайтесь на мой канал, паблик ВКонтакте, Инстаграм, мой и девчонок. И до новых встреч! Пока! Чао!